Сегодня нашей темой для обсуждения будет тема выбора одежды для рыбалки. Разберем, какие виды одежды бывают, какой она должна быть и что приобрести для конкретного сезона и вида ловли. Здравствуйте, меня зовут Алексей и на этом канале мы обсуждаем, как эффективнее ловить рыбу, делимся тонкостями и хитростями рыбной ловли. К выбору одежды я подхожу даже более скрупулезнее, чем к выбору удилищ. Ведь, согласитесь, мерзнуть и мокнуть под дождем одинаково неприятно как с бюджетной удочкой в руках, так и с топовой. Принцип подбора теплого комплекта одежды заключается в многослойности. Оптимальное количество слоев – три. Задача каждого слоя – отводить влагу от тела и сохранять тепло, а верхнего еще и защищать от ветра и от дождя. Итак, давайте разберем все три слоя правильного комплекта одежды для рыбалки. Первый – базовый. Для него подойдет специальный комплект термобелья из синтетических материалов. Они классифицируются на теплые, средние и холодные, в зависимости от способности отводить влагу от тела. Для активной поисковой рыбалки лучше всего приобретать комплекты холодные из тонкого материала. Они лучше всего будут отводить влагу от тела и не дадут вам вспотеть. Запомнили, да? Первый комплект отводит влагу от тела. Чем сильнее потеем, тем сильнее надо отводить. Поэтому берем тонкий материал. А в случае размеренной рыбалки, где не нужно много перемещаться, можно применять комплекты из более толстого синтетического материала. Например, в начале весны, либо в конце осени на фидерной рыбалке. Второй – средний слой. Лучше всего для него подойдет специальный костюм из флисовой ткани. Флис – это синтетическое полотно, выполненное из полиэстера. Он теплый, быстро сохнет, хорошо пропускает через себя влагу и недорогой. Сейчас эти костюмы производят много спортивных и рыболовных брендов. И сложности в поиске и выборе этих костюмов, я думаю, что не возникнет. Однако, не советую приобретать самые дешевые флисовые костюмы. Качество ткани и производство не сыграет на руку. Наш выбор – это достаточно известный производитель костюмов среднего ценового сегмента. И третий – верхний слой. Защищает от дождя, ветра и снега. Третий слой – самый важный. Ведь если ветер и дождь попадают под внутренние слои одежды, вы начнете очень быстро остывать и замерзать. Вот представьте, что та влага, которую мы отводим от тела, прошла через первый слой, через второй слой. И тут она упирается в куртку. Если куртка будет обыкновенная, то влага вся останется. И вы быстро очень замерзнете, потому что влаги у вас останется под одеждой достаточно много. А для того, чтобы влага выходила и при этом вас не мочила дождем, была придумана специальная мембранная ткань. С одной стороны, она не пропускает влагу извне, а с другой стороны, отводит влагу от тела наружу. Чаще всего производители используют в своих изделиях мембрану Gore-Tex. И если вы видите такой значок на изделии, то знайте, перед вами высокотехнологичная ткань. Мембранная одежда, конечно, не из дешевых, но очень функциональна. Стоит отметить, что главное в концепции трех слоев заключается в том, что человек может самостоятельно подобрать степень теплоизоляции в зависимости от погодных условий и внести соответствующие коррективы. Например, ловите рыбу в трех слоях. Вдруг стало жарко. Сняли куртку, сняли флиску. Пошел дождь, но погода позволяет сидеть в термобелье. Одели куртку, вы защищены от дождя. Стало чуть холоднее, например, подул ветер. Куртку под куртку, одели флиску. Все. А учитывая то, что флиски бывают разной толщины, соответственно, можно подобрать несколько вариантов для более холодной погоды или для более теплой погоды. Базовый и средний слой я использую один комплект круглогодично. А верхних слоев у меня несколько. Например, тонкая мембранная куртка. Я использую ее на летних рыбалках. Средняя мембранная куртка. Я использую ее на осенних фидерных, либо на зимних, но при не очень низких температурах. А при сильных морозах я использую толстую куртку, которая спасает меня при рыбалке на леща зимой. Имея в своем гардеробе перечисленные комплекты одежды, вы всегда будете готовы к комфортной рыбалке при любых возможных погодных условиях. А с вами был Алексей. Чаще выбирайтесь на воду и ловите рыбу. А если хотите больше полезной информации, подписывайтесь на канал. Всем пока!